итак друзья привет это вам боярышник и канал гамилан и сегодня мы с вами будем учиться ставить моды в gta 5 ну и собственно я надеюсь что я отвечу на все вопросы какие могут возникнуть у вас при установке мы будем использовать такую вот ладо 2104 довольно сомнительного качества и модельки и в плане реализации в игре но тем не менее уж что есть то есть вот поехали добро жаловать на сайт gta5-mods.com или 5mods как он называется на этом сайте можете найти все дополнения для gta 5 кучу разных машин скинов для вашего персонажа ну а также необходимы утилиты и скриптовые приблуды для gta 5 первое что нам понадобится на этом сайте это утилитка open for называется так потому что начали разрабатывалась для gta 4 но очень ее можно модить gta 5 макс pain 3 а также stories from liberty city по представляет собой атаку вот экзешний который если нужно установить выбрать из два языка русский английский единственно что по моему это язык установки они не самой программы сама программа будет в любом случае на английском языке так принимаем условия этого соглашения на время сможете затеревать на рабочем столе а соответственно пусть установки абсолютно произвольный какой удобно вам главное не забудьте куда вы что установили так продолжить он здесь подгружает кое-что из интернета ставится ну и все такое ну вот я оставить до конца не буду потому что у меня он уже установки вот опускаем эту штукенцию вся здесь будет такой вот меню превращая нужно настроить программу для работы с gta 5 для этого просто нажмите кнопочку windows скорее всего он сам найдет исполнительный файл если же не найдет вручную укажите ему путь до вашего gta 5 если у вас steam версия идете по адресу steam library steam maps common ну или как бы соответственно если это прям стимовская папка в корне стима то steam steam apps common здесь ищите ваш гта ну соответственно там будет исполняемый файл если у вас версия как и у меня на 5 9 дисках ну или еще какая-нибудь там вот то вам нужно прийти в корневую папку игры и найти вот этот экзешник gta 5.exe и сейчас я расскажу зачем эта штука нужно вкратце это контент-менеджер для работы с файлами gta 5 самое важное и полезное его функции это то что он автоматически создает копии файлов с которыми работаете да и этими файлами подменяет очень файлы gta 5 стоит такую папочку mods куда копируем все файлы которые хотят редактировать допустим возьмем какой-нибудь x64 и архив до нажмем кнопку редактирования это режим в котором можно носить изменение файла игры выключенным режимом никаких изменений у вас не будет включен вот включаем и сразу предлагает скопировать этот файл в папку mods то есть вы конечно можете на свой страх и риск отредактировать архив прямо здесь я бы не стал этого делать я бы скопировал бы его в папку mods вот почему дело в том что замуженные файлы онлайн игре вас забанят просто вот моментально по крайней мере раньше было так причем забанят навсегда если вы пробуйте ломануться в gta онлайн с каким-нибудь дополнениями чем-то там сильно наможенными скриптами и еще с чем-то а скорее вопрос забанят вам просто покупать новую копию игры вы этого не хотите кроме того вся работа с модами в gta 5 строится либо на замене каких-то файлов либо на их редактирование то есть файлы игры вы вносите какие-то изменения изменяете скрипты игры и так далее ну вот логично что это может привести к поломке игры и чинить gta чисто восстановлением ну или при установке это очень долго очень муторно но любой поставил gta 5 допустим дисков знает что это гиммер если еще будет перегруженный сервер rockstar то вы будете там еще два дня загружать обновление ну и все такое вот это никому не надо поэтому работайте в папке мод да еще соответственно я могу в папке мод то что мне не нравится мод который я больше не использую или какой-то проблемный фрагмент я могу просто взять и удалить а здесь кнопку удалить для содержимого архива а сам архив можно удалить в проводнике приходит проводник и жмем вот так все нет очень просто очень удобно а при этом в игре я ничего не сломал что характер дальше мы будем ставить сюда автомобиль причем идет на это будет разными способами вот я присмотрел себе для установки машинку которым я пока нет в игре это лад 2104 вас 204 вот это универсал на базе соответственно вас 205 довольно таки знаменитая машина все видели естественно на этом сайте она есть обратите внимание на название этого дополнения здесь скобочка указано add-on и replace что это значит add-on это значит что мы установим автомобиль не заменяя ничего в игре немножко подредактировав пару файликов но в целом этот автомобиль будет просто дополнением будет dlc причем это я не ради пункта называют dlc это физически игра будет воспринимать его как dlc как скачанное дополнение соответственно эту машину мы сможем вылезть с помощью трейнера я потом покажу что такое как это работает как-то останавливаешь самое главное ну и как бы никаких проблем это вызвать не должно в лучшем случае машина которую установили как add-on просто не запустится игра из-за этого не сломается это очень простой способ сам просто установки модов для пользователей но немножко геморройно для разработчиков поэтому скорее всего если человек выложил add-on версию машины он немножко шарит в модах и мод но будет более качественно потенциально чем чистый плейс не мог вот скажем по опыту вот replace как уже догадались это просто тупая замена машины в игре то есть в данном случае вот лада заменит нам машинку под названием регина вы всегда можете просто запустить google да вот и спросить что такое регина у него вот регина петровна тодоренко да вот она по идее изменится на нашу четверку если серьезно то просто даваем gta 5 регина ну вот пожалуйста ваша регина дубовицкая практически так ладненько все качаем нажимают загрузить на у нас сюда загружается так открывается нас такая страница загрузки на которую мы жмем загрузить и у нас скачивается архив с нашим дополнением вот здесь он у меня уже загружен архив мы разархивируем папку чтобы было удобно работать вот она у меня переходим внутрь как видим здесь есть две папочки на дом на replace я уже объяснил что какая значит сейчас дам понадобится папка don который мы будем работать ищем не файл ридми текст и открываем файл вот перед нами полная инструкция по установке этого мода на самом деле даже помимо топ-инфо здесь буквально есть все необходимое вообще возьмите за правило читать ридми текст и потому что во первых это сильно экономит время во вторых здесь есть встречаются нюансы при установке модов которые могут помогут избежать проблем итак первая стадия это открыть в программе об инфо архив который расположен по вот этому адресу так вот у нас здесь уже открыт у меня заблаговременно папочка dlc пакс папочки длс и пакс лежат все длс которые я установил в игру самостоятельно дополнение которое скачал вот как видите если уже почти полная коллекция автомобилей вас а если 2107 у меня где-то и вот здесь она вот она у нас тут появилась а за этот документ кадет xml он здесь не нужен но оставим его пусть лежит вот он нужен другом месте я покажу где вот в остальном же все длс и выглядит одинаково это файл dlc рпф который находится в папке с названием идона название этой папки это важно потому что именно так мы будем звать машину при тренере и так это five апдейт апдейт . рпф так идем сюда апдейт апдейт . рпф 20 пач сюда нужно опять же создать папку ну напиток создать папку лада 2 было самом деле проще просто перетянуть эту папку удалить из нее делся рпф вот но если вам нужно создать новую папку то есть специально есть значочек который создает новую папку сюда можете писать там название ну и все такое это как бы редактор и файлов файловой системы редактор текстовый и в общем очень мощная такая штука третий шаг это изменить файл dslist.xml это файл с помощью которого игра определяет какие дал си подключать при запуске этот файл довольно важный поэтому я редактирую его отдельно отдельным документом да у нас отдельный файлик в котором я добавляю новые дополнения к пить здесь есть все эти вот лады 707 там всякий газ 21 а вас 21 да и вот есть такая вот у меня допустим криминальная россия которая закаменчена такими вот скобочками треугольный скобка светлый знак 3dsh 2dsh треугольная скобка вот это называется комментирование и это позволяет исключить текст из кода этого xml файла то есть игра не будет загружать dlc которую выделили вот этими вот символами здесь у меня выключены из списка несколько официальных обновлений потому что они комплектуются какими-то неофициальными и мешают мне играть поэтому я их убил червям вот но если мне вдруг понадобится поиграть с ними я просто возьму и отключу например вот эти все неофициальные дополнения с помощью этих вот скобочек вот как-то вот так вот смотрите сохраню это все и у меня получится вполне себе рабочая чистая ванильная версия мне даже не придется удалять какие-то файлы откуда-то физически видите как все это очень хорошо красиво и замечательно так все сюда нужно добавить описалого нашего нового точла я почему-то уже запомнил что папку развивается лада 2 да правильно точно так смотрите здесь немножко другие слэши почему-то автор поставил на самом деле совершенно неважно по моему опыту какие слышь вы используете для единообразия я использую те же что используют официальная игра и так дальше что нужно сделать это перенести этот файл вот здесь у меня лежит лист перенести его туда где он лежит в самой игре находится он по адресу апдейт апдейт артика mandator давайте-ка найдем списочки вот он делся лист берем сюда просто перетягиваем и он заменяется для того чтобы проверить содержимое файлов в этой файловой системе можно открыть его просто данным щелчком кстати его можно редактировать не для редактирования здесь нужно выбрать отдельный пункт редактирования либо нажать в control enter это просто просмотр как видите ладо 2 у меня сюда уже добавлено ну так бы все продолжаем разговор на этот раз попробуем установить машину с заменой но переходим в папку replace открываем файл стал текста это тот же самый ридми как видим установка производится ровно в одно действие и это настораживает это означает что в игре эта модель как точно будет ображаться корея скорее всего у нее будет неправильно сложные руки на руле будет неправильно сложным водитель будет проблемы с фарами а чё здесь честно и написано потому что того чтобы она не на работала хорошо мало просто заменить модель нужно еще и переписать кое-какие скрипты вот что как бы не всегда работает корректно здесь разработчики шил не париться и просто сделал так просто ну давайте попробуем отказать хорошо потому что показывать будет меньше итак нам надо найти вот этот вот архив но естественно этот архив под дейтри нг я еще не редактировался и вы скорее всего тоже поэтому мы ищем его не папки моц как здесь сказано а в папке апдейт вот на папке апдейт на 64 и делся пакс меня сразу он перешел приходим почти три нг и опять этот красная штукенция которая предлагает нам редактировать этот архив в папке моц собственно так и делает копируем папку моц это занимается на какое-то время потому что обычно большой вот отлично и так вот нас здесь появился в том же самом делся пакс куда мы только что запихали лада 2 появился почти 3 нг и длс теперь можем идти дальше на 64 левелс гитов файв реклс рпф да это вот архивчик нам здесь есть вот некоторые машины на то что это здесь валяется и регина которую мы сейчас заменим совершенно ворожским образом так я же работаю в мудс то все проверяйте иногда что вы не вырезать куда-нибудь эти папки так берем вот так вот просто фигачим это вот сюда вот и не париться она заменилась естественно я не хочу чтобы это замечательная регина у меня менялась на какую-то непонятную универсальную шаху поэтому я просто беру и вот так вот беру и такой хоба сейчас минуточку и тринга хоба и все я короче взял и удалю на нашу замену вот при этом 2 у меня осталось работать и регина у меня не пострадал драгоценная регина и что самое главное почти обновление почти 3 нг но у меня осталось игровые файлы не повреждены вот такие делишки и так теперь для того чтобы вызвать машину которым установили да и вообще муж любую машину в игре нам потребуется тренер и у меня есть хорошая кандидатура мод который называется меню оо сразу скажу что тренер в гитая не просто система читов это полноценный инструмент для управления миром игры по сути тренер особенно хороший как меню ооо позволяет полностью подстраивать игру под себя и делать из нее что-то такое суперкрутура для работы этого мода нам потребуется последний патч gta 5 из вас официальная версия он поставил автоматически его уже прокляли если у вас какая-то пиратка то он придется геморроидца и со ним разбираться как расставить я пиратам не помогаю по крайней мере не делаю этого открыто хохохох бутылка рова так ладно кроме этого нам потребуется последняя версия плагина который называется скрипт хук и это тоже очень важная штука предлагают сразу прям вот другой вкладке найти его чтобы не потерять скрипт хук файл плюс найти в тренер найти в тренер это ерунда он конечно проигрывает меню а вот сам скрипт хук нам понадобится также обратите внимание что несмотря на то что дата за здесь стоит древние загрузки скачивать нужно все равно ее обновляется она каждый раз какое-то время после выходного патча и часто здесь то как по выходе нового патча можно судить по куче всяких проблемных комментариев типа такого да да сварк это doesn't work там короче почините стилотов да и дал 6 июля был вообще говоря это наводит меня на мысль о том что игра недавно обновилась и так 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 смотрим 5 дней 5 дней холоха проблем без мост в зампл нате в тренер меню патт-пресс 8 короче весь такое подозрение что игра недавно обновилась нам придется ждать обновление этого скрипт хука ну что ж прошло чуть больше двух недель скрипт хук все-таки обновился наше дело поставить скрипт хук объясню почему это критично потому что на скрипт хуке работают все скриптовые моды в gta 5 естественно если игра обновилась и скрипт хук не обновился то игра просто не запустится то есть можно конечно отключить скрипт хук то есть убрать его оттуда куда он ставится куда он ставится тогда игра допустится но они будут работать скриптовые моды играть можно но как-то уже не так весело ладно скачаем последней версии скрипт хука он состоит так вот бин где в какой-то веком веб страничка и ридми можно почитать ридми тут очень много всякой непонятной фигни короче какие-то патчноуты и все такое вот это кажется случай когда ридми я скорее перегружен информацией и полезен а мы же просто идем в корневую папку gta 5 заходим в бин и перекидываем в корневую папку два файла скрипт хук 3.dll и динпук 8.dll перетягиваем сюда вот он я заменяются они потому что у меня вот здесь уже стоял ну и все последующие загрузки игры скрипт хук у вас допустится собой обратите внимание что здесь папки есть еще один из скриптов скриптов файлов которые пишут . оси вот есть общее правило скриптовые файлы которые за расширением оси кидаются в корневую папку игры скриптовый файл с расширением dll кроме dll связанных посредственно с скрипт хуком кидаются в папку скрипт если папки у вас нет то ее нужно будет создать сейчас чтобы потренироваться я покажу как ставить скриптовый мод скейт вин это мод как ни странно полностью соответствует своему названию говорят что он немножко достарел и вышел какой-то новый мод но я использую его скрипт и плюс нам нужен скрипт и плюс просто скейт скейт и плюс окей окей вот смотрите скачаем это дело понятно что это GDOS39 это довольно таки прикольный рабочий скриптовых модов который создавал кучу всяких фигментов скрывания ног, рук, сеттимп мод короче есть шапорица и в общем все эти моды ставятся примерно одинаковым образом так здесь можно закинуть вот эти файлы именно и дл они закинуть сюда файл вот этот файл это файл модельки его нужно закинуть в чуть более сложное место вот в путь который прописан вот здесь вот напомню напомню что для этого нам нужно зайти в OpenFO кстати который решил тоже обновиться давай обновляйся чувак слышать его обновляйся автоматически ладно пока эта штукенция ставится покажу вам еще одну вещь и здесь есть inifile inifile это файл нациализации в нем можно прописать буквы которые понадобятся нам для управления скейтом большинство скриптовых модов имеют такой inifile в котором можно переписать клавиши управления чтобы они не дублировались кстати по-моему у меня стали какие-то другие клавиши для управления скейтом а я переписал inifile поэтому теперь мне ставят jk ну как бы классика и нужно сделать последнюю итерацию смотрим путь x на 64g x на 64g вот он да кстати игра обновилась поэтому здесь все зеленая плашка нужно обновить апдейт rpf в папке mods можно просто совершенно спокойно это зафигачить потому что ничего плохого не будет но кое-что сейчас придется сделать еще ручками ладно давайте закончим с нашим скейтом идем сюда идем сюда дальше Devils GTA 5 generic cut objects rpf cut objects rpf ну и вот короче просто сюда фигачьте называем нажать кнопку редактирования показать в папке mods ну и вот так вот короче делаем и все будет работать наверное ну должно по идее работать так давайте вернемся все таки к нашим делам потому что скейт это весело но это не то зачем мы здесь сегодня собрались давайте давайте найдем файл который мы редактировали в начале видео фух вот он апдейт common data dlc list вот и это файл так сказать ванильный файл игры короче не пробанный ничем не испытанный не измененный здесь появилось кое-что новое здесь появился mp вайнвуд и патч 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 тей 21 нг новые записи которых по моему лс листе в моем который я вам показывал на прошлом видео не было последний здесь был mp christmas 2018 а значит нам придется добавить их ручками если мы хотим использовать в нашей игре контент из дополнения из dlc бесплатного которое только что вышло и так нужно делать каждый раз когда выходит новое дополнение сохраняемся идем в папочку gta в которой у меня лежит этот dlc лист и закидываем dlc лист в папку mods по сути мы обновили игру теперь игра должна запускаться всяких проблем в ней уже где-то там должны плавать наши жигули если я не ошибаюсь да вот они лада 2 ну и теперь последнее что нужно сделать это поставить мод меню который по моему я не доставил короче автор который создал меню он по какой-то причине решил обновить мод не на странице а где-то отдельно github новую версию короче вот здесь есть комментарии к native trainer и скрипт куб и есть такой вот комментарий у флайера вот он вот этот вот вот он он вам нужен переходите по ссылке на github качаете эту шляпу короче здесь будет все то же самое что было в том архиве меню который я скачал чуть раньше у нас соответственно меню оси меню став все это перекидываете в корень в корень корня вот сюда вот ну и как бы игра у вас должна запуститься вра да а никто не бросил это просто да ну что ж давай загружайся загружайся родимая итак давайте разбираться что же мы все таки установили в игру во первых это меню штука которая позволяет управлять огромным количеством параметров игры прямо не выходя из нее то есть можно допустим сменить погоду вплоть до того чтобы положить снег бах и у нас зима идет снег пурга холодно все дела далее а помощью этого спаунера можно вызвать машину vehicle спаунер input model машина называется у нас lada 2 и вот она наша лада долгожданная лада в шамайче вот тут как и обещали точки привязки фонарей эти короны испорченные смотрите как сжигают дальний свет вон как оно блестит все вот сама моделька очень коряво реализована вот ее адски заносит совершенно неуправляемо какая-то прямо развалюха вот естественно также этот трек ой 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 вот это вот мне совсем не нравится на самом деле происходящее сейчас но сами понимаете что все что скачано на сайте с модами на самом деле может работать совсем не так как как ожидается далее мод на скейт по умолчанию это у нас клавиша j дает скейт в руки клавиша k ставит вас на скейт кстати видите какая штука раньше это дело не проявлялось но видимо мод стал как-то неадекватно себя вести либо ведет себя так на морозе проявляется такой кусок велосипедной рамы да выглядит очень не круто но суть вы в принципе уловили на этом пожалуй все по части демонстрации единственный вопрос который остался это то как я вот могу сделать такой вот скин кермита подскажу что делается это с помощью мода addon pads который также есть на сайте который вам показал но я предлагаю вам самостоятельно собраться в том как его устанавливать и как туда закачивать новые модельки сменить модель можно будет также с помощью меню в разделе player options model changer естественно можно выбрать из модели которые уже существуют кстати говоря для того чтобы модель не улетала вниз нужно всего лишь включить коллизию здесь самый последний пункт collision ну вот можно тоже сделать поджечь модель можно ну я не умираю потому что у меня включена неуязвимость еще надо выключить невидимость можно выключить невидимость смотрите какое горящее пламя получается сразу скажу что вообще вот этот тренер меню это просто совершенно чудесная вещь потому что она позволяет вытворять с игрой такое я уж молчу про то что по кнопке f9 да если что меню включается кнопкой f8 двойными нажатиями впервые потому что первый раз вы включите мод а вторым вызвать это меню он выключается очень так же на кнопкой f9 включается редактор который позволяет во-первых копировать любые объекты в игре вот так вот приберем на улице на мачту нажимаем c и мачту у нас еще одна поставлена так можно сделать с любыми объектами которые расставлены в игре с непривязанной карте которые существуют как объекты с любыми персонажами с воротами вот с этим вот с чем угодно кроме того можно в принципе он создавать новые объекты для этого нужно открыть меню здесь вполне tint world обжиг допустим ищем там любое слово например баррел бочка да как бы и и берем и ставим бочки хоть сто пятьсот тип бочек можно понаделать главное не перебарщить потому что тогда переполнится оперативная память ну дампы игра короче вылетит по чертям собачьим вот собственно говоря надеюсь что я показал все интересное что есть ой невидимка смотрите невидимка все интересное что есть в этой замечательной игре в плане модов подписывайтесь на канал ставьте лайки подписывайтесь на группу кошка мурка ну и жду ваших отзывов предложений и естественно вопросов если что-то не поняли вопросы лучше задавать вконтакте ну в принципе можно оставить комментарии прямо под видео все равно постараюсь на них ответить всем спасибо и пока до новых встреч да кстати если вы вдруг установили собственную модельку все-таки справились с этой сложной задачей ее можно включить точно так же с помощью Import Model вот так кермет вернулся на место в руках у меня бейсбольная бита почему-то и он готов кого-нибудь колосчмарить всем пока до новых встреч до новых встреч